Даже если все пошло не по плану, без паники, положитесь на интернет Билайна. С умной сетью Билайна вы найдете выход из самых разных ситуаций. Билайн. На твоей стороне. Обожаю городскую зиму. Вот эту зиму, когда можно ее писать одним звуком, вот этим. Нравится вам? Куда не наступишь, и везде. Да, мне нравится такая погода, потому что до наступления такой погоды, летом и осенью, я понятия не имел, как объяснить женщине, что я гулять, рот. Каждый день, каждый день. Мы гулять, мы гулять, мы гулять. Я что, пес? Я не понимаю. Сколько можно? Нет. Я не хочу гулять, мы не идем гулять. Все, грустно, грустно. Станно в этот момент заниматься своими делами, сидеть, что-то веселиться, потому что квартира 35 квадратов, и ее грустное лицо везде видно. Она тебя пытается этим грустным лицом соблазнить. Ты не передумал? Ладно, хорошо, пойдем гулять. Куда мы пойдем гулять? В парк! Мы пока до парка доходим, мне часы присылают уведомления. Кажется, вы тренируетесь. И такой, да! Это так и называется. Я понятия не имею, чем заниматься в парке. Это так нелогично просто ходить гулять без сели. В каждом парке это пруд. Ходишь как по стадиону вокруг. Что там делать? Уток этих гребаных рассматривать сил моих нет. Это уточка, смотри, это уточка такая, уточка. Я не дебил. Я знаю, я знаю, я ни разу не подходил к пруду. Типа... Что это за чудо природы? Сидят на воде попой и не тонут? Это буйки? Да, за буйки не заплывать? Нет, Леш, это уточки. Говорят, что уток опасно для здоровья кормить хлебом. Это очень вредно. Слышали, да, такой факт? Да, да. Это вредно. Запомните. Я уток хлебом кормлю всегда. Мне газировку продают, хотя она вредная. Я кормлю уток один-один во вселенной. Но я не тоже какая-то мразь такой утком в пасть такой. На, в клюв, засовываю хлеб, ешь. Нет, я просто подхожу к пруду, там, скидываю хлеб этот. Ну, есть кайф, подплывай, что-то ешь. Но это вредно. Может, я хлеб подошел, подмочить просто. Кто мне знает? Я не понимаю, на чем в этом парке. От детей надо уворачиваться. Видели, на чем дети сейчас катаются? Велосипеды без педалей. Безумие. Родители, вы что, изверги? Верните детям педали. В этом суть велосипеда. Крутить педали. Это вообще не выглядит, как веселье, что ребенок просто на тебя такой. Ты что, говно там об асфальт вытираешь? Что происходит вообще? Ненавижу гулять. Всего три вида существ воюют друг с другом. Это вороны, муравьи и люди. И всего один вид гуляет. Это самки человека. Я своим кентам никогда не говорил, пойдем гулять. Мужчины так не общаются. Мы друг другу говорим, пойдем посидим. Это принципиальная разница. Конкретная цель. Дойти куда-то и посидеть. И каждый раз, когда я начинаю думать о том, блин, а сколько вообще в моей жизни вот это будет еще происходить, вот это гулять? Сколько еще нужно вот этого гулять? И каждый раз, когда я начинаю об этом думать, мне становится смешно, потому что я, как только об этом думаю, мне сразу навстречу выходит бабка с палками вот так. Ну все, понятно. Я там с такой бабкой всегда дедов ноль человек. Где он? Он умер во время прогулки. И бабка такая, ну палки нужны. Мне все, что не поддается логике, для меня немного странно. К примеру, я ехал в метро. И как объявляют станцию, когда поезд стоит и вот сейчас вот-вот-вот поедет дальше. Говорят, осторожно, двери закрываются. Следующая станция, например, Маяковская. Да, слышали? Обращали внимание? Для вас сделали. Да, да. Да. И бывала ли у вас такая ситуация, когда вы сидите, что-то завтыкали, и диктор такой, осторожно, двери закрываются, следующая станция Маяковская. И вы такие, как Маяковская? Мне ж надо было раньше на Тверской. Получается, вот Тверская. Вот двери закрываются. Следующая станция Маяковская. Диктор все логично объяснил. Я в такой ситуации вообще не рыпаюсь. Я такой, ну все, похрен, в депо едем. Но я искренне восхищаюсь этими ребятами, которые просто ни с того ни с сего. Он завтыкал, услышал такой, прыгнул. Насквозь поезд прошил, ты такой, восторг, восторг, круто. Я сколько раз пробовал, столько раз застревал. Это жуткая штука. Ты понимаешь, когда у тебя нога зажалась в двери, дверь в любом случае откроется. Она в любом случае откроется. Техника безопасности. Но это последняя мысль какая-то тебя посещает. Тебя зажал, он такой, ну все, я вот так вот поеду. Я много раз видел, как тип у типа просто рюкзак зажал, он такой, все, ничего там важного не было. Давайте. Доставка, похавайте там где-нибудь на станции. Старик Хатабыч, дядя Стёфа, кот Леопольд и другие известные тебе персонажи. Это ж его, из Амаха? Из Америки? Из Челябы. Овощебазы руководил. Не те, кем кажутся. Неужели вы думали, что я буду работать на вас? Каждый из них генномодифицированное существо, которое нужно обезвредить. ВЫСТРЕЛ Я случайно. «Красные пять» с 8 апреля в 9 вечера. Премьера на ТНТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова